У тебя невеста там? Что вы сказали? Извините, Алексей. Спросил. У тебя невеста там в деревне. Невеста. А кто тогда? Не знаю. Не умею я об этом говорить. О том, что в сердце. Ясно. Любишь. А ну, Степан, может успеем. Может тебе помочь успеем. Нас в отряде Сипатова колдуном считают. Он и есть колдун. Я знаю. Потому и смелый такой. Ни пикетов не ставит, ни дозора не высылает. Скажи, Степан, а тебя почему так далеко расстреливать повели? Сипатой так захотел. Чтобы я на жизнь поглядел. На листочки зеленые птиц послушал. Чтобы умирать больнее было. А можно я спрошу? Ну, не спрошу, просто скажу. Да. У нас про то, что Сипат и колдун все знают в отряде. Многие из-за этого с ними остаются. Бережет он наших от смерти. Я год в отряде. А никого не убила. И все в его силу верят. Я такое видел. Мы под пулеметой попали. Хоть бы царапина. А тут вы тех, кто меня расстреливал, всех... Значит, не колдун их? Колдун. Знаю я его. И бережет он вас. Тогда как это? Я думаю, что дело в нем. Хотя наверняка я не знаю. Подарок это. Непростой, видать, ножик. Ты видишь, как на тебя мои орлы смотрят. Знаешь, почему? Знаю. Боятся. Был тут один. Яблочки любил. А теперь поди райский садочек объедает. Если, конечно, туда попал. Здесь боятся только меня, красавица. А тебя... Тебя ненавидят. У меня за этот год в отряде погибли только те, о ком ты позаботилась. С висну разорвут. С висну. Не хочу. А что так? Любишь? Или второй нож хочешь получить? Да что ж ты сразу... Иль. А может и то, и другое. Любил бы. Нож бы сама тебе отдала. Прошу. Чисто все ваше было, Роди. В усадьбе они. Штуков 30. Постов нет. И там в стороне подвал. Так возле него краснопузых пятеро-шестеро. А сипа ты где? В подвале, Том. Бабу туда какую-то повели. Он с ней.